Ингибиторы протонной помпы занимают важное место в гермацевтическом рынке. Если вы спросите, почему, ответ лежит на поверхности. С одной стороны, очень часто встречается астроэзофагальная, риклюксная болезнь, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. С другой стороны, врачи любят назначать, а пациенты предпочитают принимать эти препараты. Примерами являются ланцопрозол, умепрозол, пантопрозол, ламепрозол и эзомепрозол. Гарвардская медицинская школа предостерегает от злоупотребления этими препаратами и напоминает о других вариантах, таких как блокаторы H2-рецепторов и антоциды. Примерами блокаторов H2-рецепторов являются фамотидин, циметидин и низотидин. Примерами антоцидов являются гель гидроксида алюминия, карбонат кальция и гидроксид магния. Рекомендуемое правило очень простое. Огранище применения ингибиторов протонной помпы только более тяжелое, чем легкое. Газ дарофазогальной, реплюсная болезнь, язвы желудка, 11-перстной кишки. А после облегчения состояния замените блокаторы H2-рецепторов или антоцидами. Субтитры создавал DimaTorzok